Всем привет! Меня зовут Михаил Светов. Спасибо, что подключились к эфиру. Это очередной выпуск с Виктором Вахштайном, где мы будем обсуждать сложные вопросы социологии, рассматривать через призму социологической науки современные политические события и пытаться сохранить рассудок в эти тяжелые времена. Виктор, очень рад тебя видеть, очень соскучился, два месяца почти не разговаривали. Надо чаще встречаться. Взаимно, взаимно, дорогой. Я вот тоже считаю, что надо чаще встречаться. Да, ну, хочу начать опять, как, к сожалению, у нас повелось, с новостью, которая не имеет отношения к нашему сегодняшнему разговору. Это пять лет Борису Кагарлицкому на апелляционном суде, прямо в зале суда его арестовали. Условный приговор заменили на реальный. Жуткое совершенно наказание буквально за работу, за профессиональную деятельность. Борис не был ни каким-то политическим активистом, поэтому родным близким Бориса хочу передать, пожелать и сил пережить весь этот кошмар. Борису сохранить дух в этих, в общем, непростых условиях. И напоминаю всем, что если вам кажется, если вы занимаетесь какой-то общественной работой в России, публичной работой, если вам кажется, что вы поняли, что где находятся прямые, сплошные, которые нельзя пересекать, и понимаете, вам кажется, что вы можете говорить и работать таким образом, чтобы это не было преследованием, ну, гоните от себя все эти мысли, потому что это самое такое опасное положение, в котором в России можно находиться. Люди, которым так казалось, каждый из них последовательно попадал в большую-большую беду. Вот. Свобода Бориса Кагарлицкому. Так и есть. Борис мой коллега Пашаненки, Борис мой коллега социолог, мы много лет знакомы. И каждый раз, когда какой-то свет надежды брежет, я думаю, что ну вот, но там все-таки не совсем же люди, поехавшие. Но каждый раз после этого выясняется, что похоже совсем. Но в случае с Борисом это было его прям сознательное решение. То есть он решил идти до конца. Да, да. Да, поэтому я, когда-то, не нужно в этот момент, потому что у нас же первая мысль всегда, да, это, какую хрену он не уехал. А потом как бы себя на этом ловишь и думаешь, почему, собственно, мы считаем, что это единственное правильное решение, которое можно себе представить, потому что люди расставляют свои экзистенциальные приоритеты по-разному. Это был его самостоятельный выбор, осознанный. В данном случае там только восхищение человека. Да, восхищение и поддержку. Ни в коем случае не сочувствие и не нужно жалеть Бориса, потому что он не нуждается в нашей жалости и не попал, не стал жертвой обстоятельств, а сам выбрал для себя этот путь. Поэтому, да, трагедия то, что произошло. Но, разумеется, дай бог, чтобы Россия все это пережила и как-то, дай бог, чтобы он пораньше вышел на свободу, но жалость, мне кажется, просто неправильное чувство в таком контексте, потому что не ради жалости Борис это все делал. Вот, да, поэтому свободу Борису. Поговорить мы сегодня хотели про, в общем, острая тема, особенно в контексте продолжающейся войны в Израиле и грядущих выборов в Соединенных Штатах, это вот любимая тема твиттерских леваков – деколонизация. Существуют в Али вообще коренные народы, какие у них есть права, откуда они могли взяться, и, соответственно, как далеко в этой деколонизационной риторике можно зайти для того, чтобы оправдать, например, геноцид или оправдать... Как далеко в этой риторике можно зайти для того, чтобы оправдать зачищение пространства от пришельцев? И кого вообще считать пришельцами? Такая большая сегодняшняя тема. Это очень большая тема. На самом деле, если мы даже сейчас просто с тобой попробуем сделать картографию текстов, в которых дана примерная аналитика того, что такое деколонизация, что такое постколониализм и так далее и тому подобное, то эти книги просто заполнят комнату, в которой я нахожусь. Есть несколько простых таких оксфордских хендбуков введения, типа Янговская, где определения даны в духе постколониализм появился в 90-е годы в качестве идейной критики колониализма, а колониализм – это любые системы угнетения и инсталлирования жестких структур неравенства. То есть уже даже в этом определении, одном из позднейших, к колониям, постколониализм и колониализм никакого отношения не имеет. А у нас на самом деле сложилась довольно смешная, если вообще можно говорить, полярность, казалось бы, двух абсолютно взаимоисключающих нарративов, при том, что и в том, и в другом используются одни и те же слова, которые выросли из одних и тех же книг. Вот давай посмотри на риторику Владимира Владимировича, в том числе даже в этом главном источнике мемов последнего времени, его интервью Карлсону. То есть Россия ведет антиколониальную борьбу, поддерживая свободолюбивые народы, которые угнетаются марионеточными режимами, и мы должны им помочь эти марионеточные режимы сбросить. Тем самым Российская Федерация в настоящий момент выступает чуть ли не гарантом и оплотом антиколониальной борьбы угнетенных народов. Это советская школа, это буквально курс марксизма-линиизма, он пересказывает в своем интервью с Таганом Карлсоном. Буквально. Смотри, народно-освободительные движения, это даже не только там, это в принципе можно посмотреть по тому, как часто стали употребляться эти клише в пропагандистских текстах. Колониальные марионеточные режимы, империя зла, как глобальное зло, которое на самом деле стоит за колониальными режимами, оплота сопротивления. То есть ты поймешь, ну поймаешь там практически все эти клише, которые мы, может быть, я не знаю, ты помнишь или не помнишь, учебник новейшей истории 85-го года выпуска, когда еще не напечатали новых учебников, а мы уже перешли в старшие классы, там на столе лежало сразу несколько разных учебников и всегда присутствовал советский, потому что не выкидывать же. Там все это было. Новейшая история 10-й, 11-й класс, вот там все это было. Но с другой стороны, ты берешь там Тима Снайдера, ты берешь главных критиков Путина из числа американского, понятно, чаще всего левого исторического эстеблишмента, и ты читаешь все то же самое. Там народно-освободительные движения, деколонизационная борьба, то есть и в конечном итоге возникают там чуть ли не странные конструкции, они довольно часто проскакивают и у российских интеллектуалов, что в действительности Путин является агентом мирового неолиберализма, и именно проклятые транснациональные корпорации с европейско-американской пропиской взрастили этого монстра, и война им на пользу, соответственно, это в их интересах. То есть получается, что крупный капитал взрастил и спровоцировал Владимира Владимировича на нападение. То есть не очень понятно, как это все вообще друг с другом связано, потому что слова вроде бы одни и те же, но произносятся совсем по разные стороны баррикад. У тебя есть гипотеза, скажи мне. У меня есть гипотеза, конечно, потому что в принципе вся эта колониальная риторика, в зависимости от того, где ты, во-первых, чертишь точку отчета, когда началась колонизация, она может быть применена к абсолютно любым историческим событиям и, соответственно, абсолютно любым политическим поступкам. Это во-первых. А во-вторых, когда ты, ну в принципе, в марксистской риторике нету разницы между... Вообще, на мой взгляд, формулировка капитал, она очень формирующая и очень некорректно формирует события, которые мы наблюдаем. Потому что капитал это что? Это и военно-промышленный комплекс в Соединенных Штатах, который существует за счет государственных заказов. И здесь как раз легко доказать, наверное, если сделать какое-то серьезное расследование, что действительно интересы военно-промышленного комплекса, если не провоцируют войны, то, по крайней мере, мотивируют, чтобы они не заканчивались как можно дольше, потому что на этом зарабатываются колоссальные деньги. И в то же время капитал это, ну, деньги, я не знаю, того же самого Тинькова, того же самого Павла Дурова, того же самого Илона Маска, людей абсолютно несистемных, наоборот, контрсистемных. И марксизм все это смешивает в одну кучу и в итоге просто ослабляет понимание происходящей действительности. Поэтому я предлагаю отказаться от использования слова капитал, а мне оно, кажется, просто отупляющим в данном контексте. Мне куда более отупляющим, кажется, слово неолиберализм, но я согласен и от того, и от другого. Мне вообще не жалко интервью. Можно посмотреть, откуда это взялось. Давай посмотрим, что на самом деле и то, и другое. Ну, буквально берешь учебник 1985 года, переводишь на английский Google Translate и получается статью New Left Review. Там та же будет самая историческая. Потому что ответы, сейчас там тебе монолог. Во-первых, Маккарти был прав, а во-вторых, Юрий Безменов был прав и обо всем предупреждал. А вот теперь ты можешь продолжать. Юлия Латынина не узнал вас в гриме. Что, когда, как? Как вы сюда нам отпустили? Нет, подожди, давай все-таки без теорий заговора. Ну, то есть, немножечко надо отстраниться и анализировать это как вот из позиции столько идей. Давай посмотрим, откуда берутся эти идеи. То есть, как-то мы с тобой затрагивали эту тему, но тут мне случайно, в связи с тем, что, значит, мы начали работу по связи с гагским процессом, пришлось погрузиться глубже. Не эти книги я бы хотел читать, честно тебе скажу, но пришлось. Соответственно, сама эта конструкция возникает в 1916 году, когда Владимир Ильич Ленин пишет свою брошюрку про империализм как высшую форму развития капитализма. Потому что все было красиво и хорошо в встроенном марксистском нарративе, но дальше появились, значит, правильные государства, ну, вернее, начали движение к созданию правильного государства. И стало понятно, что без такого геополитического, извиняюсь за слово, измерения, нарратив не сильно работает. Как это, соответственно, переложить на глобус? Вот у нас появляются глобальные империи, глобальные империи на тот момент еще не централизованы и не находятся в состоянии сговора, а находятся в состоянии активного противостояния мировой войны. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это проклятые капиталистические элиты. Это все еще нормальный, стандартный, вполне узнаваемый, эконом-центричный, такой с сильным экономическим детерминизмом нарратив. Но вот проходит довольно значимое время, уже после Второй мировой войны, начинается деколонизация в прямом смысле слова. То есть, если к какому-то процессу это слово еще можно отнести, то это к войнах в Индокитае, соответственно, в Алжире и так далее. И требуется новая идеологическая прошивка. То есть, теперь это уже не просто такой взгляд на историю экономических отношений. Это уже вполне конкретное политическое противостояние. В этот момент появляется человек по имени Франс Фанон, который вообще с удивительной биографией, с Мартиники, психиатр, который решил скрестить Ленина с Фрейдом. Поэтому инсталируется идея того, что нам нужно произвести деколонизацию не только физически, уничтожив колониалистов, но и ментально деколонизировавшись. То есть, отказаться от языка проклятых колонизаторов. А поскольку другого языка по сути нет, потому что язык рефлексии, в том числе культурный, это язык колониализма, то тогда возникает идея невербальных, довербальных актов эмансипации, освобождения. Так появляется концепция вспышки очистительного насилия. То есть, когда современные леваки рассказывают про то, что 7 октября все зверства, которые тут творились поблизости, это вспышка очистительного насилия, как единственный язык, на котором могут говорить угнетенные, мы примерно можем проследить, откуда эта идея берется. Но самое интересное случается в 1967 году. И вот это, мне кажется, поворотный пункт, который мы до сих пор не считываем. Когда Сартер вместе с Бертраном Расселом, два человека в философском отношении, то сложно себе представить больших антиподов. То есть, один строгий аналитический философ, специалист по философии математики, такой формальной логики, я преподаю студентам парадоксы Рассела. И другой, который такой французский интеллектуал, такой рационализм, трансценденция эго. Там человек заброшен в этот мир. То есть, в целом, кстати, по философским воззрениям, довольно близкий либертарианству человек. Но только по философскому. С этой предельной свободой воли и ответственностью за собственные выборы. Но поскольку политически у них никаких расхождений нет, они собирают то, что называется трибунал Рассела. Он после этого собирается довольно регулярно. Первый трибунал Рассела был проведен на советские деньги, переданные Хо Ши Мином, для того, чтобы расследовать преступления американской военщины во Вьетнаме. И тогда, соответственно, начинает появляться такая не просто постколониальная риторика или деколонизаторская риторика, она была и до этого. Она становится внятным философским учением, в котором четко кристаллизованы вот эти вот четыре этажа мировоззренческих. То есть первая аксиома – это то, что весь мир захвачен абсолютным злом. Это абсолютное монолитное зло называется Соединённые Штаты. И вот это империализм. То есть важно не путать империализм с колониализмом. Серьёзные различия. Соответственно, вот эта вот гегемония мирового монстра – это и есть зло. Вообще, на самом деле, теологическая идея. Идея глубоко религиозная. Мир погряз во зле. Миром правит, соответственно, дьявол, князь мира сего, как вы называли, катары. И поэтому, собственно, вот всё, что происходит, происходит по его злой воле. Но дальше, этажом ниже, находится государство, победившего социализма и народная демократия. То есть как раз вот те самые страны-сопротивленцы, которые не позволяют проклятому капиталу мировому, всемирному, окончательно и бесповоротно высосать все соки из планеты и поработить её жителей. А этажом ниже, мы помним, что мы как-то с тобой говорили про эти четырёхэтажные типы картин мира. Там, значит, должна быть... Три этажа, подожди. А? Не-не-не-не, про три этажа мы говорили. Три этажа обсуждали. Да-да, это была позиция исследователей. Это другое. Это политическая теология. То есть как устроено восприятие мира в картине человека, который, на самом деле, смешал политику с теологией. И каждое политическое понятие в действительности используют как религиозное. Вот есть, значит, надежда на спасение и есть предельные формы угрозы. Вот предельные угрозы – это империя, империализм. Спасение, как то, что сопротивляется злу страны Восточного Блока. Дальше снова должна быть угроза. И на этом этаже располагаются сразу три очень разных типа прихлебателей. Во-первых, есть сообщники, то есть старые империи, например, европейские, вроде Англии, которые поддерживают проклятую глобальную империю, выступая её соучастниками. Во-вторых, это марионеточные режимы всевозможных банановых республик, не только. То есть те, которые напрямую поставлены американцами для того, чтобы грабить природные богатства этих стран. И третье – это империи-подражатели. То есть даже если они не являются напрямую марионетками Вашингтона, они, тем не менее, воспроизводят его способы поведения и действия. Иногда прямолинейно, типа аргентинская хунта. Меня в Аргентину-то впустят ещё после этого. Соответственно, которые являются неудачной копией главного гегемона. Проблема в том, что этот этаж уже куда более гетерогенный. Потому что, например, Фолкманская война тогда оказывается войной сообщников с подражателями. Но тем не менее, в картине мира Жан-Поль Сартера, который он озвучивает в своей речи про геноцид, никакой принципиальной разницы нет, да ещё и Фолкманской войны тоже нет. То есть это всё так или иначе проклятые марионетки. И вот здесь появляется идея колониализма. То есть отличие империализма от колониализма – это первый, третий этаж. А под ним, опять же, должна быть надежда. Это, конечно же, народно-освободительные движения. Это сплотившиеся народные массы. Это то, что потом Негри будет называть мультитудами вслед за спинозой. То есть вот там как раз и бурлит подлинная энергия коренных народов. Прости, Господи. И дальше детально описывается динамика того, почему рано или поздно колониальные режимы рухнут, империализм погибнет. В этой модели колониализм и империализм различаются, примерно как кукла и кукловод. Но они напрямую друг с другом связаны. Соответственно, это одна из причин, почему многие наши с тобой левые друзья и коллеги поддержали ДНР и ЛНР, но потом осудили 24 февраля. Потому что для них ДНР и ЛНР – это было как раз народно-освободительное движение, которое восстает против марионеточного режима. А 24 февраля – это империя-подражатель пытается колонизировать соседнюю страну, в том числе подчинив себе ее свободолюбивые народы. То есть если кому-то может показаться, что... Каким левым, позицию каких левых ты транслируешь, просто чтобы я понимал? Потому что, например, в Латинской Америке я таких левых не вижу. Лула, он в фантазии полный мир поддерживает Владимира Путина. Я имею часть российских левых, хорошо. Даже сейчас принципиально не буду говорить, какую часть, что принято. По ряду причин. Соответственно, если ты заглубляешься, то увидишь удивительные дебаты о том, почему нужно поддерживать ДНР и ЛНР, но осуждать 24 февраля. То есть в их картине мира все консистентно. Теперь пропаганда российская упорно пытается вернуть то место, которое когда-то занимал на втором этаже сверху, восточный блок. И теперь у нас Россия, Иран и Китай вдруг неожиданно стали осью сопротивления мировому западному гегемону, которые пытаются проводить политику деколонизации. При этом понятно, что занять эту позицию очень сложно. Потому что если в случае с 1967 годом там еще могла идти речь о том, что есть марксистские правительства, страны, победившего социализм и народной демократии, как минимум хотя бы стилистически они попадали в эту ячейку. То после 90-х годов, ну, место вакантно. Вакантное место не было ничем заполнено. То есть там странно себе представить, что Россия, Иран и Китай завтра вдруг станут новым восточным блоком, что не мешает им на эту позицию претендовать. При том, что в картине мира подавляющего большинства колониалистов, постколониалистов точнее, они, конечно же, там, где марионеточные режимы. Либо марионеточный режим западных элит, либо империя-подражатель. Выбиться на этаж выше не получится, но очень хочется. Ну, я хочу просто в тезис бросить небольшой по поводу второго этажа, что как раз вот это вот объединение, оно происходит не вокруг идеологической базы, а вокруг экономической базы. То есть БРИКСа и экономические торговые отношения на других условиях, не тех, которые предлагают Соединенные Штаты. Это сейчас является точкой сборки. То есть понятно, что точка сборки очень хлипкая, но она есть. Вот она. Я был на двух конференциях БРИКСа от России. Это вообще смешно. Что из этого следует, что брали кого не лень вообще. И там, на самом деле, речь шла не столько про экономические вещи, сколько про попытки действительно создания политических альянсов. Но никаких общих оснований, кроме экономических. Да и то это не интересы, а просто сходства. Для того, чтобы БРИКС стал настоящим БРИКСом, их не было. Я помню, там только бесконечные шутки. Сейчас это... Да, сейчас БРИКС это как бы вообще мифологическая организация. Там нет никаких серьезных международных договоров, которые связывали хотя бы экономическими обязательствами страны, членами этой организации. Поэтому, да, я просто говорю, что на риторическом уровне сборка происходит здесь. Вот не там, где ты ее ищешь, на идеологическом уровне, а именно на экономическом, где под экономику уже пытаются подогнать идеологию. Мне кажется, в данном случае как раз я идеалист. Там, наоборот, экономику пытаются подогнать под идеологию. А насчет того, что это было мертворожденным уже 10 лет назад, когда меня туда занесло сначала в Бразилию, потом в Южную Африку. Чтобы ты понимал, на каждой панели обсуждаются какие-то вещи в духе шутки, в стиле, а что если у нас Китай выпадет, и мы ее на Турцию заменим? Мы станем БРИКС. И Китай такой, типа, давайте мы Южную Африку лучше выкинем, нахрен. Потому что множественное число в конце – это всегда так себе для аббревиатур. Уже тогда это не производило впечатления, какой-то серьезной работы. Но тем не менее, вот смотри, как забавно получается. То есть российская пропаганда искренне пытается вернуть к жизни этот дискурс, потому что он, как и кажется, дает пропуск на третий этаж. Туда, где раньше находились страны, сопротивляющиеся мировой гегемонии, в качестве такого государственного оплота. И, кстати, я могу иронизировать сколько угодно про Россию, Китай и Иран, но когда Антонио Негри едет читать лекции о Спинозе в Тегеран, к тому моменту уже, в общем, такой махрово-исламско-фундаменталистский, он абсолютно искренне, идеологически, убедительно доказывает, что только альянс марксизма и исламского фундаментализма сможет высвободить энергию этих самых мультитудов, то есть вот этих самых бурлящих народных масс. Но при этом в картине мира такой постколониальный, я не хочу говорить так, постколониального establishment, конечно же, нет. Конечно же, Российская Федерация находится там, где империя и подражатель, там, где аргентинская хунта в свое время находилась в картине мира, их бабушек и дедушек, но скорее отцов. И поэтому поддержка Палестины и Украины, она как одновременно, да, и Украина, и Палестина, иногда, по-моему, люди забывают, какой у них сегодня флаг на аватарке, она для них укладывается плюс-минус в одну и ту же логику. Ну, типа, и то, и другое – это борьба с колониальным присутствием. За колониальным присутствием всегда стоят империалистические интересы. Поэтому, когда Сартер, например, обосновывает разницу между колониальным геноцидом и имперским геноцидом, он буквально это и описывает, что раньше, когда, например, в Индокитае воевала Франция, колонисты, которые уступали в численности местным жителям, один к десяти, говорит он, а реально больше, но при этом превосходили их оружием. Соответственно, им было легко удерживать в повиновении коренные народы. Но дальше случаются войны, местные жители получают куда больший опыт. Кроме того, современный мир, говорит он, создает новые средства солидаризации и мобилизации людей, вроде средств массовой информации. Как следствие, народные массы сплачиваются, получают военную подготовку, и теперь уже их недовооруженность не является серьезным препятствием. Они, говорит он, прямым текстом прибегают к герилье, прибегают к партизанским действиям, прибегают, Сартер пишет прямым текстом, к терроризму. В ответ на это колонисты обращаются за помощью к империи, которая является их митрополией, по сути. Та высылает им группу поддержки, которая, собственно, военную, пытается как-то отличить еще комбатантов от некомбатантов, но в условиях народной войны этого сделать невозможно, говорит Сартер. Поэтому они начинают уничтожать все местное население. Это объективно вытекает из их образа действия. Тем самым Сартер решает древнюю проблему о том, что вообще-то, чтобы доказать геноцид, нужно доказать намерение геноцида. Сартер говорит, ничего не надо доказывать, по-другому и быть не может. Приехали, значит, уже с намерением геноцида, потому что если нельзя отличить гражданских от негражданских, то это по определению геноцид. А отличить их по определению нельзя, потому что война народная, люди мобилизовались, сплотились, и все. Теперь даже повар, на самом деле, повар на фронте. Это сейчас такая идеологическая база к войне, которую Израиль ведет на территории газа происходит. Я правильно понимаю? Но это как раз про то, как Сартер обосновывал, почему война Америки во Вьетнаме геноцидальная. Но да, конечно, эта же логика, она звучит в речи посла Южной Африки в Нидерландах, который открывал слушание, и, конечно же, забыл его фамилию. И это еще один интересный момент, про то, как Израиль и Южная Африка по-разному трактуют понятие геноцида. Но вообще исходно это, конечно, Сартер. Это сартерская логика, которая, на самом деле, просто озвучивает простую вещь. Вот, соответственно, империя, когда приезжает мочить местных, она не заинтересована в том, чтобы там кто-то остался. Имперская модель геноцида – это всегда до последнего жителя. Колонисты, говорит он, заинтересованы в том, чтобы вообще-то тут как бы... Потому что их экономическое благополучие зависит, в том числе, от местных. Поэтому, говорит он, заканчивается все тем, что колониалисты уезжают, так как империалисты, пытаясь их защитить, делают их существование в этой точке пространства невозможным. Можешь мне объяснить немножко эту логику по... Можешь мне немножко эту логику объяснить про уничтожение местного населения в империалистической войне? Я сейчас просто пытаюсь в голове как бы пример какой-то привести, и у меня не получается, честно говоря. Ну вот для Сартра это вьетнамская война, разумеется. Потому что, собственно, геноцид, трибунал, который они с Расселом устраивают, они устраивают... Вьетнамская война, в первую очередь, война гражданская. Вообще там, в принципе, вопрос не стоял по замещению местного населения с населением империи. Для Сартра, конечно же, это никоим образом не гражданская война. Потому что, смотри, Хо Ши Мин и Вьетконг находятся ровно там, куда пытается сегодня Владимир Владимирович утиснуться. То есть для него это государство социалистическое. Для него это аналог и даже куда лучше, чем Советский Союз, но вообще-то Советского Союза. То есть для него Хо Ши Мин куда больше воплощает идею эмансипировавшихся народных масс, которые приобрели форму государственного устройства. Поэтому, конечно же, да, и более того, у него есть, например, фантастически красивые ходы. Он говорит, геноцид это еще уничтожение культурных основ и традиций народной жизни. Но для вьетнамцев культурной основой является социализм. Они народно-социалистическая масса, а не просто мобилизованная масса. Пытаясь уничтожить социализм на вьетнамской земле, говорит Сартра, американцы уже совершают геноцид, тем самым не давая им существовать в их эмансипированной народно-социалистической форме. То есть это очень понятная логика, которая дальше транслируется. Говорит он, пока там вьетнамцы воевали с французами, все было более-менее понятно. Колонисты в какой-то момент задолбались это все подавлять, им это уже было не нужно, потому что это бесконечное, как он это использует выражение, антипартизанский геноцид. То есть как будто партизаны – это отдельный этнос. Поскольку антипартизанский геноцид – это дело трудозатратное, и в какой-то момент они тут сваливают, когда заходят туда. Да, я, конечно, вот мне прям захотелось прочитать Сартра, потому что в твоем пересказе это звучит как-то слишком неубедительно и слишком неинтеллектуально для Сартра, тем более, который в паре с Бертраном Расселом над этим работал. Ну, от Рассела там требовалось больше организационной поддержки и получения денег от Хошемина. Нет, посмотри, на самом деле довольно интеллектуальная история. Он вводит довольно четкие критерии, по которым можно отличить империализм от колониализма. Он обосновывает, почему с точки зрения марксистской логики, где объективные исторические силы превалируют над всякого рода интенциями и намерениями отдельных людей и коллективов. Геноцид неизбежен. И дальше, соответственно, в чем еще важная история, в чем была последствия... Эта идея о том, что геноцид неизбежен, это как раз идея мне знакома и понятно, что она свое логическое продолжение в Камбодже потом получила, где большой друг Сартра Пол Потт реализовал идею об очистительном насилии, довел ее до логического конца, так сказать. А это все понятно. Но вот эта идея на империалистические войны и колониальные, вот я, честно, я как бы услышал дефиниции, но я прям не понял, на что они опираются. Поэтому мне интересно... Значит, понятно, что опираются. Это вопрос масштаба. Смотри, это вопрос масштаба. То есть до тех пор, пока, говорит Сартер, это люди, которые присутствуют на этой территории, да, они проклятые колониалисты, но они здесь живут. Их благополучие зависит от того, что здесь есть большие массы, которые можно эксплуатировать. Они не заинтересованы в их уничтожении. Они заинтересованы в их порабощении и эксплуатации. Но, тем не менее, соответственно, они не могут справиться с отдельными партизанскими вылазками, не могут гарантировать себе безопасность, и поэтому вынуждены обратиться за помощью в более превосходящей их военной мощи. Либо это должна быть митрополия, которая высылает войска, либо какая-то империя, которая, на самом деле, таким образом вступается за своего союзника. А империя, уже в отличие от этих маленьких колониальных, значит, очень агрессивных и хорошо вооруженных поселенцев, не заинтересована в том, чтобы по этой земле кто-то еще бегал. То есть ей гораздо важнее и самоценным оказывается уничтожение той формы политической самоорганизации, которую приобретает народно-освободительное движение. Это не война за контроль и безопасность, как в случае с колониалистами, а это война с абсолютным врагом, которым, опять же, в картине Мира Сартра и ему подобных, являются народно-освободительные движения. Война с народом. Так, ты у меня пропал, прости, я тебя не слышу совсем. Прости, да-да-да, я кнопку нажал, прошу прощения. Я говорю, что, извини, что я тебя опять перебиваю, но как в твоем пересказе, опять же, получается, что Сартер просто уравнивает уничтожение политического строя к геноциду. Я не понимаю, как этот прыжок происходит, и мне все еще кажется, что ты как-то недостоверно передаешь немножко его взгляды. Хорошо, давай, если я еще давно тебе хотел, значит, уже два года тебе говоришь, что надо как-нибудь почитать, устроить чтение, взять один и тот же текст и посмотреть, как в нем работают аргументы. А то что-то мы все время должны перескать. Во-первых, почитай, то почитай не выжимку, которая есть на русском языке, а возьми сразу на английском, если тебе удобнее на английском. Читаю, Виктор. Тогда прочитай не на английском. Прости, пожалуйста. Я читаю по-английски принципиально, потому что цитировать мне все равно потом по-английски, так что какая разница. Хорошо, просто возьми полный текст, не выжимку, потому что в русском переводе выжимка циркулина. И там как раз это очень четко прописано. То есть в этом плане Сартеровская идея про то, что империя глобальна, а потому может порезать, как художник неместный, в любой точке земного шара, она есть. А второй момент про то, что уничтожение политического строя является по Сарту геноцидом, так не только по Сарту. Вот тут я тебе скажу, что по Лемкину, который, собственно, придумал термин геноцид, и который добился того, что его вписали в Нюрненбергское приговоре в обвинение, изначально было очень четко прописано, что разрушение основ культурной жизни. что в случае, если это уже эмансипировавшееся, то есть приобретшее некоторую форму самоорганизации, самоуправления, народное единство, то уничтожение его политического строя извне вполне может быть приравнено к уничтожению культурных основ. Именно поэтому Сартер говорит, что... В таком контексте, возвращаясь опять же к реальной политике, то, что происходит сейчас в секторе Газа, вполне себе по Лемкину под определение геноцида подпадает. Потому что колониальная работа, работа постколониалистов, тогда еще не называвшихся постколониалистами, она в частности была посвящена тому, чтобы расширить понятие геноцида до предела. Я напомню, что вот эта часть Лемкинского определения не попала в конвенцию по геноциду, хотя у него это было, в общем-то, на прицеле. Но понимаешь, в чем еще интересная история и почему возникло вот это фантастическое недопонимание между израильской делегацией и южноафриканской, хотя на самом деле израильская делегация Тальбекер, Гелад, но сработали в этом плане очень хорошо. Мы встречались с Геладом буквально за две недели до подачи иска Южной Африкой и обсуждали какие были возможные стратегии. Но при этом все равно на подкорке у любого израильского юриста-международника слова геноциды и холокост почти синонимичны. Потому что по-прежнему люди, которые занимаются исследованиями геноцида здесь, в Америке, во многих других в том числе европейских университетах, все же конвенция по геноциду это результат Нюрнбергского трибунала. Обвинение в Нюрнбергском трибунале, та часть, которая про геноцид, прописана Лемкиным, автором книжки о преступлениях стран оси на оккупированных территориях 1944 года, когда еще не были даже известны подробности про концлагеря. Кстати, для Лемкина отправной точкой был армянский геноцид. Он, когда прочитал про армянский геноцид, насколько был шокирован, будучи впечатлительным студентом-лингвистом Львовского университета, что перешел на юридический и посвятил свою жизнь тому, чтобы понятие геноцида стало crime of crimes. Но для нас это всегда, например, если ты посмотришь или я читал Беккера или Геллада Ноума, то они такие, типа, вы охренели, Холокост, вы нас обвиняете в Холокосте? Во-первых, для этого нужна диктатура, нужен нормальный репрессивный режим, для этого нужна бюрократия. Вы видели нашу бюрократию? Вы видели нашу демократию? То есть, какой Холокост? Вы там совсем что ли охренели? А они не в Холокосте обвиняют. Потому что вот эта постполониальная оптика в конечном итоге в качестве базового такого прототипа того, что считается геноцидом, поставила так называемый геноцид 905-го года. В 1905-м году, знаешь, эту историю, в Намибии местное население, племена Герера и Намо, Намо это те самые гатентоты, в какой-то момент охренели от того, что немецкая колониальная администрация там творит, дороги прокладывает железные, скот дохнет, притащили кучу болезней, начинаются эпидемии. Ну и, в общем, связывая не беспочвенно все свои беды с присутствием немецких колонистов, поднимают восстание, там варварски, жестоко убивают 120 колонистов в ближайшем городе, там с убийствами женщин, детей, с отрезанными ушами и носами, в общем, такая народно-освободительная борьба двух племен. После чего Германия высылает туда подкрепление, немецкие шутструппы под руководством Лотера фон Троота, говорят о том, что это расовая война, что с этими расовыми группами нам не по пути, а потом они должны быть уничтожены. И вот там это уже вполне себе озвучивается. В итоге они нападают из пулеметов Максим, которые тогда считаются супер, ну, не считаются, а являются супервооружением, крошат практически все, что попадается на пути, остальные бегут в пустыню, там умирают. В итоге оказывается уничтожена половина племени нама и 80% племени Геррера. Вот благодаря тому, что отомстили за народно-освободительное восстание. Теперь это ровно то, что пытается натянуть в качестве определения геноцида на действия Израиля и Южной Африки, потому что для них сегодня слова расизм, колониализм и геноцид являются синонимами. Причем именно колониализм. Ты говоришь, что Сартер тебе кажется неубедительным в моем пересказе, но Сартеровский тезис, один из них состоит в том, что трагедия говорит он состоит в том, что во Второй мировой войне победили колониальные державы, старые колониальные державы. По сути, говорит он, вы думаете, это была победа демократии, а это была победа колониализма. Такое небольшое переопределение того, чем были итоги Второй мировой войны. Не только Путину значит можно это делать, Сартер это тоже неплохо справлялся. Соответственно, старый колониализм расправился с недоколониализмом, те, кто претендовал на свой кусок пирога. И как следствие, говорит он, колониальная машина покатилась по миру дальше, пока все это не превратилось во что превратилось к 67-му году. Иными словами, для них геноцид и колониализм это синонимы в том числе, потому что, не все, но те, кто исходит из этого постулата, они видят мир именно в этих этажах, в этих слоях. Глобальное зло экономического характера, локальное государственное сопротивление, локальное зло в виде колониализма, тотальное народное сопротивление. Поэтому, да, тут возникают довольно забавные пересечения. Как раз все эти прекрасные люди, которые чертят графы типа так, вы поддерживаете Россию и Израиль, Россию и Палестину, Палестину и Украину, Израиль и Украину, и если там да, вот там где-то себя нашел в этой ячейке, то ты относишься значит к такому-то типу. Забавно, что там либертарианцами называют тех, кто поддерживает Украину и Израиль. Почему, правда, до сих пор не понял, но, видно, у них как-то так настроен взгляд. Во мне в этот момент просыпается, как обычно, и Ницше и кто угодно еще и говорит, что, ну, получается, что вообще вся политика, она сводится буквально к формированию каких-то эмоциональных тем и манипуляции этими эмоциональными темами таким образом, чтобы продвинуть вперед свою версию политического устройства общества, потому что то и определение геноцида, и определение колониально-империалистических войн, оно выглядит абсолютно произвольно. То есть, вот мы это называем подобным образом, исходя из этой аксиоматики, начинаем бороться за эту группу, а не за другую. даже ценностные установки, я здесь вижу исключительно политическую установку. Ты во всем видишь политическую установку, это нормально, даже не тшанец, но здесь, мне кажется, тут гораздо больше субъектов, это не только конкретные люди, которые делают это, это не только конкретные коллективные агенты, корпорации, которые имеют свои собственные интересы, и не только корпорации, например, террористические группы, как коллективные агенты, но сами идеи, парадоксальным образом, они тоже обладают агентностью, идеи вступают в альянсы с другими идеями, иногда самым формирующей агентностью, формирующей агентностью, они оправдывают, я согласен. Ты можешь каждую идею свести к чьим-то интересам, иногда идеи начинают овладевая разумом людей сами становиться довольно серьезными субъектами. Я не уверен в том, что подклониальная оптика при всех ее правых и левых изводах, а есть и те, и другие, она не является самостоятельным агентом. Это во многом самостоятельный агент, который не редуцируется к интересам таких бы то ни было партнерных групп. Я бы не использовал слово, я понял, что ты хочешь сказать, я просто, мне кажется, слово агентность в данном контексте неудачное, потому что нет, у идеи не может быть собственной агентностью, она создает скорее условия, в рамках которых действуют агенты до тех пор, пока они не готовы выйти, знаешь, за пределы коробки, буквально. Знаешь, это такая логическая задачка, да, проведите две линии для того, чтобы не задеть углы коробки. Вот это то же самое. До тех пор, пока агент не готов выйти за пределы того фрейминга, в который он готов был помещен, идея имеет определяющую силу. В тот момент, как он начинает осмыслять рамки, в которые он поставлен, в этот момент идея теряет свою волшебную силу и как бы начинается процесс ее деконструкции буквально. Мы с тобой вступаем уже в такую совершенно философскую область, если хочешь, я тебе пришлю, у меня есть две статьи ровно про то, почему можно называть это агентностью, потому что вообще как концептуализировать, как схватывать вообще, что такое идея. Понятно, что мы можем, например, свести все это к метафоре шахматной игры, то, что сидят какие-то субъекты, индивидуальные или коллективные, и они двигают идеи таким образом, чтобы создать себе пространство действия. Но тогда идея это просто шахматная фигура на доске, которая сама себя двигать не может. Либо мы все-таки идем по пути того, что называется объектно-ориентированная эпистемология, то есть предполагаем, что люди и их коллективы, независимо от степени их организованности и интеллектуальности не являются единственными игроками. Ну, например, для исследователей в области социологии и науки объекты нашего исследования, даже если это микробы улатура, обладают своей собственной агентностью, они в каком-то смысле соучастники тех теорий, которые про них создают Пастер. Ну, и сами теории обладают до определенной степени даже свободой воли. Ты не можешь всегда говорить... Я уточню на вульгарном языке, уточню, чтобы и мне было лучше понять и зрителям, да, почему ты между участниками игры, да, и тем правилам, по которым эти игроки играют. То есть ты наделяешься субъектностью правила игры, мне кажется, это не мое правило. Это не правило игры, не совсем. То есть, например, вот есть такая хорошая полемика латура и блура двух социологов науки и социологов знания. И там дальше вопрос, в общем, крутится в треугольнике. Треугольник такой. Есть некоторые объекты, которые изучают ученые, независимо от того, это люди, это микробы, это атомы или это идеи. Кстати, сейчас мы вынесем за скобки. Соответственно, вот есть объекты. До какой степени объекты нашего исследования являются независимыми и самостоятельными. Если мы, например, говорим о том, что любой ученый сначала конструирует свой объект, потом его изучают, то мы просто говорим, нет, наши объекты это производные наших собственных действий. Что немного странно, потому что сама идея объекта, как объекта изучения, это его способность to object, возражать, противостоять тому, что о нем может быть сказано. И дальше, в 80-е годы, начинается такое осознание, эмансипация в исследованиях науки, того, что наука, она не конструирует свои объекты, а скорее делает их видимыми. Объекты действуют во многом самостоятельно. Но дальше делается следующий шаг. А идеи, которые мы используем для их описания. То есть, ну хорошо, у нас есть субъекты и объекты, есть ученые и микробы, есть тот, кто изучает субъект познания, это что изучается, объект познания. Мы уже дали возможность объекту быть собой, мы уже сказали, что объект обладает степенью автономии, он не подстраивается под теорию, хотя иногда и подстраивается. Но сами теории оказываются в какой-то момент отделенными от своих авторов. Потому что это не наши теории, потому что это не наши идеи, потому что они не вырастают ни из воображения исследователя, хотя и из него тоже, ни из свойств самого объекта, хотя и из них тоже. Получается, что у нас уже не дихотомия субъекта и объекта, такой треугольник, где субъект познания, теория познавательная и объект познания оказываются в том, что называется dance of agencies, в таком танце-агентности. Поэтому, когда возвращаясь, мы говорим про постколониализм, это набор идей, которые родились в результате альянса, иногда самых неожиданных альянсов, вроде Ленина и Фрейда, которые каким-то, а потом туда еще появляется Бенедикт Андерсон, помимо Сартера еще куча других людей вкладываются в этот котел, который слипается каким-то образом и начинает фреймировать взгляд кучи других людей, которые, в общем, сами никаких интересов не преследуют. Ну, там, далеко не каждый раз, когда ты заболеваешь гриппом, ты заболеваешь гриппом с какой-то целью в школу не пойти. Поэтому, мы уже вынуждены признать, что есть некоторая автономия не только у познающего субъекта и объекта его познания, но и от тех идей, которые стоят между ними. Вот. Ну, это, цитируя классика, да, популярного культуры, это полимпсест буквально. То есть, они фонарии. Да, другой факт. Это прекрасно. Но, в случае с постклониальной теорией, это, несомненно, полимпсест. Там много чего просвечивает. Последнее, о чем знают люди, которые преподают этот курс, что там в конце всегда просвечивает Ленин, а не Маркс. Но это отдельная тема. Как мы оказались в философии науки? Мы начали, да, мы начали с колониализма и империализма, пришли опять в философию науки. Мы видим, рано или поздно себя там оказались. Ну, философия, ну, рано или поздно, потому что вот эта вот дихотомия субъекта-объекта и прокладка, которую ты сказал про теорию познания, это все очень интересно, и это нас будет всегда возвращать и к конструкту, означающему, и обозначающим, соответственно, что первично. Но это, по-моему, исключительно усиливает мой аргумент о том, что вообще задача, как бы это правильно выразить, но тебе выражение политической теории не понравится в этом контексте, но я буду его использовать буквально в оформировании, в определении объекта изучения, в то время как сам объект, он существует отдельно от своего определения. и, соответственно, вот это и есть тиража. Нет, нет, а почему мне не понравится, ты правильно все сказал, но он так и есть. Только просто ты потом сделаешь следующий шаг, что те теории, которые ты создаешь, и те теории, которые ты используешь в качестве ресурсов для своей теории, тем, что позволяет тебе фреймировать, они тоже имеют некоторую независимость от тебя и от объекта. Они потом перейдут в другую область и начнут использоваться для описания и объяснения совсем других вещей, совсем другими людьми, иногда тебе неблизкими, идеологически. Ну и наоборот, у них тоже, например, нет монополии на свои понятия. Они всегда могут быть перетащены, встроены в другую. По принципу полимписясты это все и будет эволюционировать, где какие-то осколки того, что говорил я, будут превращаться в осколки того, что говорит кто-то другой. И так как бы... Мне не дать сюда твоя идея с полимписястом. В ней есть слишком много эклектики, но это не эклектика, это радар, понимаешь? То есть он реально выводит на монитор тебе... Он тебе говорит, смотри, вот это глобальная империя зла мировая. Да, вот это те, кто ей сопротивляются. Вот это те, кто ей... А я говорю, смени радар, возьми другой в руку. А, да, да. Более точный... Но главное, чтобы это не было полимписяст, потому что радары вообще-то надо собирать. Это серьезная инженерная работа. Украсть отсюда одну деталь, у тебя другую деталь. И сделать так, чтобы он вывел мирный монитор консистентным образом. А когда ты говоришь, полимписяст выглядит так, что это художественный проект, расхреначил на осколки. Радар выложил из кусочков, значит, экрана красивую мозаику. Это серьезная работа. И, кстати, мне кажется, правильная. То есть не надо с презрением относиться к какой-нибудь абсолютно, казалось бы, догматичной, прямолинейной и очень религиозной идее постклониализма. Надо к ней относиться серьезно. Это очень хороший аргумент. Это аргумент, который должен был я на этом эфире говорить, а не ты. Потому что, как раз, возвращаясь к моей любимой теме деконструкции и, соответственно, современной школы левой мысли, она как раз заключается в том, что сначала радар расшибить, а что будет потом, как бы решать, будем по мере необходимости. Да, и вся эта как-то слева. Конструкция — это не расшибить. Конструкция — это раскрутить. Понимаешь, не надо расширять, раскрутить, аккуратно найти. Реверс инжиниринг, где у него кнопка? Это кого послушать. Вот какой-нибудь славой жижек тебе скажет, что именно расшибить нужно. И он такой не один, таких много. Все любители пофилософствовать молотом, мало любителей пофилософствовать отверткой. Ну, да, понимаю, понимаю. Мне тоже хочется расшибить ее вместе с теми. Ты сам начал с Артера, понимаешь, и очистительного насилия. Где же тут отвертка? Нет, здесь кувалда, которая была поднесена к головам миллионов человек. Я раскручивал эту дрянь, да? Ты мне потом сказал, что я неубедительно ее раскрутил, но я вообще-то ее по пунктам разворачивал, понимаешь? И он такой, типа, ну, как-то там слишком много осколков. Это запчасти, пишет, не осколки. Подожди. Что ж, если осколок? Нет, я скорее о том, что, да, 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 я скорее о том, что, окей, на мой взгляд, просто то, как ты пересказал с Артера, я действительно почитаю после нашего эфира, потому что мне показалось, что он неконсистент, ну, как бы, слишком неубедительен внутри. Мне кажется, что с Артера был более, ну, скажем так, если уж он что-то говорил, то, наверное, это не так просто раскручивалось. Но, может быть, я слишком хорошо думаю о Сартере, потому что я, в принципе, его не люблю, на самом деле. Нет, мы возьмем, давай, правда, возьмем текст и вместе его раскрутим. Я с удовольствием. Я специально сделал несколько... Да, говоря, говоря, говоря про радары и прочее, ну, это нас всегда будет возвращать непосредственно к нишанству и вообще на политический уровень взаимодействия, где власть, она решает все, потому что, да, во-первых, нужно расшибить, во-вторых, нужно пересобрать, и для всего этого нужна политическая воля, и если ты как бы можешь ее с помощью нового инструмента аккумулировать вокруг себя, ну, значит, твой дискурс и станет доминирующим, а если не сможешь, ну, значит, останешься на обочине истории в итоге. То есть, на самом деле, нет, тоже не факт, потому что, ну, во-первых, есть инерция мышления, да, то есть, есть власть идей, то есть, ты очень хочешь ее повернуть в другую сторону, но уже не получается. Например, там использование и мобилизация всяких религиозных нарративов, то есть, как только ты обращаешься к религии в качестве такого источника и средства мобилизации масс, ты очень часто потом сам становишься жертвой этой мобилизации и этой идеологии тоже. Не говоря уже там кучей вещей, когда сначала конструируешь нарратив, чтобы... Потому что прямой ответ, ответ очень простой. Ответ очень простой. Во-первых, потому что работает, ну, то, что я бы назвал снова немножко некорректный аккумуляр был использован, да, но экономика величины, да, у тебя накапливается инерция и иногда лобовое столкновение, оно гораздо более сложное и трудно реализуемое, нежели кооптация системы изнутри. Это, кстати, как раз то, что левый, современный левый понимает очень хорошо и процесс, который мы видим в современной католической церкви, процессы, которые мы видим в современной протестантской церкви, где левые в какой-то момент сдались победить институт как явление и начали его кооптировать вполне себе успешно. И, кстати, Путин его кооптировал в России тоже вполне себе успешно, но это немножко другие процессы к этому привлекут. Но ты все это возвращаешь к логике политической воли и политических игроков и институтов. Я тебя пытаюсь вернуть к идее. То есть я не пойду так далеко, как некоторые социологи науки вроде Мартина Куша, которые скажут, что, знаете, идеи – это тоже институты. Просто понятие института в равной степени описывает и математические законы. Они могут быть институтами? Потому что институция – это и установление, и учреждение. Поэтому вперед. Но я так далеко бы не зашел. Скорее вопрос о том, как устроены разные этажи. Вот если мы говорим про такие теологические доктрины, то есть доктрины, построенные на очередовании угрозы и надежды, ну буквально как у Карла Шмидта. То есть у него же есть вот эта концепция конца 30-х годов политической теологии о том, что любое юридическое или политико-философское понятие в основе своей есть понятие религиозное, которое просто секуляризировалось. Вот у него базовая идея чрезвычайного положения, как правоустанавливающего события. И дальше он показывает, как эта идея в действительности является такой идеей чуда. То есть в христианской теологии чудо есть то, что приостанавливает действие законов природы. А поскольку законы государства, говорит он, мыслится по аналогии с законами природы, а государь по аналогии с Господом Богом, то то, что представляет собой чрезвычайное положение, то есть приостановку действия закона. Это аналог того, что в христианской теологии называется чудом. Вот собственно он это и делает эту работу. Он показывает, как за каждым юридическим философским понятием скрывается то место, которое оно занимало в теологической доктрине. Но вот когда мы говорим про теологические доктрины, мы можем таким образом анализировать далеко не только постпланиальную картину мира, или пропагандистско-путинскую, или какую-то другую. Но посмотри, например, на эти нарративы, которые были в кругах либеральной интеллигенции. Есть замечательные демократические западные государства, есть проклятый тиран, есть думающие, читавшие книжек люди, есть одурманенные пропагандой быдла. Вот эта идея сакрализации демократии, где идея демократический режим, не демократический режим, это базовая граница. То есть, соответственно, граница между светом и тьмой. Она начинает сыпаться и распадаться, потому что появляются идеи, для которых базовая граница это империя и не империя. То есть, США и то, что ему сопротивляется. И теперь у нас уже совершенно по-другому будут выстроены границы между добром и злом. Ну и да, у нас есть вполне такие защитники диктатуры, которые говорят, да, граница между добром и злом это граница между диктатурой и демократией, где добро это диктатура, а зло это демократия. То есть, мы можем таким образом анализировать, как эти теологические по своей природе, то есть, построенные на сильных убеждениях и верованиях картины мира создаются, эволюционируют и рассыпаются в какой-то момент. На твой взгляд, вообще, идеи, они в обществе, какую роль играют? Не в смысле, да, как они работают, а именно, какую роль играют? Кто ставит этот вопрос для них? Зачем они существуют? Я бы спросил еще более вульгарно, но это, тут можно не на тот вопрос ответить случайно. Да, понимаешь, опять же, мы вернулись к такой философии и к таким концептуализациям идей. То есть, у нас, в принципе, любые представления, что такое идея идеи, они все распадываются на таком континууме. То есть, у нас есть крайняя точка континуума, где мы говорим идеи, суть инструменты. Это так называемая прагматическая теория понятия, где есть межсвет, у него есть задача, его нужно аккумулировать и мобилизовать в какую-то группу людей. Ему для этого нужен инструмент. Он такой, типа, лопата не подходит, молоток, кажется, уже чуть лучше, но все еще недостаточно. Пылесос нет, а вот там нитшанская политическая теория уже хорошо. То есть, это один... Сами таком интересная с этого ньюс, собака с этого ньюса летна в Телеграме была публикация. Можно почитать. Да. Еврейский вопрос поссорил двух... да, буквально языка снял, да. Либертарианцы, как либертарианцы, еврейский вопрос испортил, нормальные люди были. Теперь, вот у нас есть один полюс континуума, да, это прагматизм. То есть, где мы говорим, это инструменты, идеи собираются под задачу, да, немножко пиаровская континуума. Ну и там дальше, типа, христианство, оно возникло под такую-то задачу. Серьезно? Вот, а это почему так? А оно возникло под такую-то задачу. То есть, всегда есть какой-то творец, который сидит и там пересобирает. Кажется, не очень работающая схема. Теперь, дайм дальше следующий шаг по этому континууму. Идеи не создаются с какой-то конкретной целью, идеи, по сути, являются отражениями или слепками со своих объектов. То есть, есть что-то в мире, да, то есть, если есть слово, должно быть и жопа. То есть, жопа есть, слово есть, все нормально. То есть, соответственно, появляется что-то новое, этому чему-то новому нужно дать имя, это имя обрастает коннотациями, возникает такое понятие, как что-то, что отражает происходящее. Отсюда, например, появляется идея кумулятивного прогресса идей, то, что мы наши идеи калибруем и шлифуем, и выживают в этом естественном отборе только те идеи, которые точнее и детальнее описывают этот мир. Слушай, вот это очень классно. Ты сорвал у меня прямо с языка выражение, которое я не ожидал услышать от тебя, естественный отбор идей. Но естественный отбор, это история не про победу какой-то более совершенной идеи над менее совершенной, это процесс буквально. Процесс, который никогда не завершается, и буквально каждый новый этап естественного отбора, он прагматичен, предельно прагматичен, выживает та идея, которая выполняет ту функцию, которая позволяет виду ее носителю выживать. Ну, во-первых, мы сейчас с тобой в диалоге переизобрели Карла Поппера, его эволюционную эпистемологию, естественный отбор идеи, это к нему, но да ладно. Смотри, прагматичен в значении инструментален, это был бы предыдущий ход. Но мы с тобой говорим прагматичен уже в другом смысле слова. Вот буквально, как естественный отбор, что наиболее приспособлено? Выживает не сильнейший, не лучший, а более приспособленный. Соответственно, идея более приспособленный. В зависимости от определения силы, да, ну хорошо. Да, более приспособленный. Но и это плохо работает. Во-первых, потому что тогда откуда столько мусора, прости Господи? Ну, то есть, мы же понимаем, что если бы это было действительно так, то ни в науке, ни в здравом смысле в конечном итоге не было бы шансов на выживание вот такого количества ничего не описывающих, не соответствующих абсолютно ничего. Ой, я не согласен. Ой, я не согласен вообще. Вообще не согласен. Ты чего? Но как раз вот эволюция нам в первую очередь рассказывает о том, что никогда не будет доминирования одной идеи над другой или одного вида над другим. Да, и какой-нибудь, и птичка Киви найдет себе свою биологическую нишу, и утконос, понимаешь, там где-то в реках Австралии тоже заведется, и все это будет сосуществовать с какими-нибудь суперхищниками, в мире идей. Естественный отбор идей происходит так же. Так есть какие-то идеи, которые действительно уходят в прошлое, но концепция, что в итоге выживание хочу уточнить, ну какие-то какие-то умирают, ну давай носители там какого-нибудь шумерского этаса поищем сейчас, ну не найдем, наверное, вот умерла. Я сейчас замерю, давай так, теории заговора, которые имеют абсолютно вечный рекуррентный характер, они умирают и возвращаются. Да, динозавры вымерли, теория заговора рептилоидов, созданная, кстати, не вымерла. То есть не вымирает огромное количество теорий, которые вообще по Попперу должны были бы умереть. Поппер говорит, они умрут вместе со своими носителями. В какой-то момент, говорит он, вообще у него довольно интересный есть красивый ход, он говорит, вообще эволюция человеческого вида достигает какой-то точки, при которой наши идеи умирают вместо нас. То есть когда мы начинаем тестировать свои гипотезы и отбрасывать их, если они нам не помогают, тем самым мы не умираем вместе с идеями, а позволяем уйти в прошлое идеи. Поэтому в конечном итоге это все равно сито, через которое просеется до хрена всего. Но нет. История науки, история понятий. еще больше. История идей говорит, что их становится только больше и что говорить о том, что какие-то из них лучше приспособлены к миру, чем другие, есть некоторая сложность с этим. Короче, вот этот континуум, сейчас можно очень много пройти по нему градаций, эмансипация объекта, одна из них, много чего еще. Он доходит до той точки, при которой мы должны признать за идеей, за теорией, за оптикой, за некоторым набором концептов. У нас все это называется концептуализацией. Я просто не хочу слишком часто юзать это слово. Но какие-то концептуализации, они обладают, по сути, агентностью, способностью действовать, способностью мобилизовать, вопреки воле своих создателей, вопреки воле объектов, которые они описывают, создавать свои собственные альянсы. И тогда мы никогда не знаем, в какой момент какая-то идея, например, с философией речи, с философией языка попадет в философию права и создаст совершенно другой способ мышления о том, что такое право. А такие прецеденты у нас были. Точно так же с математикой. Нам кажется, что математика естественным образом описывает мир идеальных сущностей, но нет. Тоже ничего естественного в этом нет. Там есть идеи, которые обладают своей собственной, во-первых, валентностью, способностью притягивать к себе другие идеи, образовывать устойчивые альянсы. С другой стороны, принудительностью, той самой догматикой, тем, что заставляет тебя видеть мир в их категориях. Для этого они должны быть консистентны, внутренне спаянные. Это не может быть просто совершенно набор не связанных друг с другом представлений, развлечений, оптических приборов. Поэтому это всегда радары. И в какой-то момент тебе придется сказать, что это радар уже уровня чата GPT. То есть он уже настолько обладает степенью саморазвития, что ни его создатели уже не помнят и не могут объяснить, почему он так тебе начинает показывать мир. Тем более ты и уж точно не сам мир, который такой яхуя того, что творит твой радар. Ребята, сделайте с этим что-нибудь. Но вот у нас автономия технических... Когда возникает вопрос, когда возникает вопрос, когда возникает вопрос, сделайте с этим что-нибудь и случается война на самом деле. Я бы сказал. Войны происходят... Возвращая нас сейчас на другой этаж. Войны происходят непрерывно, потому что конфликт, конфликт, это в принципе непрерывная часть природы человека, human condition. Никуда мы даже теория того, что собой представляет human condition, это тоже идея, которая значит их четыре больших семейства, этих идей, которые друг с другом находятся в очень сложных отношениях, но они никуда не ушли. То есть, вот как они были сформированы две с лишним тысячи лет назад, так они и продолжают существовать. Вот, поэтому да, но другое дело, что война... А что в этом... Я пытаюсь понять, что тебя в этом удивляет или что ты хочешь этим сказать, потому что для меня это звучит практически как трюизм, потому что, конечно, идеи полностью очень редко уходят в прошлое, так как они, да, они могут, во-первых, менять дисциплину, это тоже совершенно нормально, и в принципе здесь вот эта вот аналогия с эволюцией, она корректна, да, мы тоже не знаем, когда какое-то животное выберется на берег, а потом, понимаешь, залезет обратно в океан, как это сделало киты, и как бы можно было в каждой отдельной точке предсказать нельзя, но при этом, когда мы смотрим на этот процесс, он внутренне, как ты правильно сказал, он внутренне не противоречив, как бы и понятен, а постфактум мы можем это увидеть, и с идеями происходит какая-то такая же вещь, но при этом какие-то виды и какие-то идеи, они уходят в прошлое как раз в силу того, что они не выдерживают этой конкуренции, и где же здесь, где же здесь противоречие, где же здесь проблема? Скажи это сторонникам плоской земли, на самом деле нет, еще раз, это может показаться как трюризм, но просто еще раз хочу обозначить, уже четвертый раз пытаюсь это сделать, в чем отличие подходов к тому, что идея, да, это не инструмент, во-первых, поэтому ты не сможешь в какой-то момент все снова свести к политической воле того или иного субъекта, который создаст одну идею, потом поиграет, а потом не создает другую. Это не что-то, что является оттиском с мира, а потому эволюционирует по пути приспособления к миру, к тому, что должно наиболее точно его описывать, тоже нет. Да, в какой-то момент мы должны быть говорить о том, что война это еще и война автономных идей, это не только война автономных субъектов, обладающих большими или меньшими ресурсами и вооружениями, это не только война, соответственно, дискурс монгеров, которые пытаются придумать такой дискурс, который будет поубедительнее, это еще и война самих идей, которые стоят за нарративами, которые гораздо глубже, чем просто нарративы, это война аксиом, которые приобретают убедительность для огромных масс людей вопреки их воле и вопреки ожиданиям тем, кто хотел бы этих людей при помощи этих идей мобилизовать или, наоборот, демобилизовать. Соответственно, мы вынуждены будем с тобой в этот момент заключить, что есть разные параллельные пространства. Война, как вот в прямом смысле слова, она только в одном из них. Есть еще вот это интеллектуальное поле битвы, где идеи и люди сражаются друг с другом, как в каких-нибудь фантастических фильмах, где абсолютно разные виды, стоящие на разных ступенях эволюции, оказываются на одном поле боя. Ну и дальше, конечно. Когда ты говоришь, я просто хочу быстренько уточнить, что когда говоришь на разных этапах эволюции, ты предполагаешь, что в мире идей есть какой-то необходимый прогресс. Я готов поставить это под сомнение. Я сам только что это поставил под сомнение. Нет, я говорю, в данном случае это была неудачная метафора, по-видимому. Помнишь, в «Звездных войнах» есть разные виды агрессивной местной инопланетной фауны, которые приручены для боевых действий, как слоны карфагенят или не приручены. Вот это, по сути, вопрос о том, можешь ли ты приручить какую-то идею для того, чтобы она шла на врага, а не на тебя, но при этом ты никогда не можешь до конца быть уверен в том, что вот эта идея тебе подчиняется. Соответственно, да, в мире идей есть более сложные и менее сложные конструкции. Это вовсе не означает, что какие-то из них более прогрессивные или менее прогрессивные. Они просто разные. И они не обладают той же антологией, что и ты. То есть, твои картины мира – это не ты и не твои друзья. То есть, не те социальные агрегаты, которым ты принадлежишь. Давай тогда сформулируем это следующим образом, что просто человек и идеи, они в общем некотором симбиозе существуют. И там, где человек инструментизирует идею для достижения каких-то целей, конечно, сама идея меняет человека по мере того, как он ей пользуется, и по мере того, как она становится, ну, скажем так, самого его фреймирует. Да, она его сама фримирует ровно. Это не семиотическое, ну, да, ты прав, это семиотическое мышление. То, что это Брюно Лапур, недавно скончавшийся философ науки, который родом из парижской школы семиотики, поэтому, да, это пришло оттуда. Поэтому здесь появляется различие между идеями-медиаторами, которые послушны, которые, наоборот, стоят между тобой и твоим врагом, или тобой и твоим объектом, но при этом обладают степенью автономии от тебя и твоей воли. Есть, наоборот, intermediaries, то есть посредники, те, которые свернуты, подчинены, превращены в инструмент, приручены. Но есть идеи, которые приручить сложно. Есть, наоборот, идеи, которые, ну, всегда оказываются под рукой в качестве подручного инструмента. Просто мы при этом отдаем себе отчет в том, что вот в этом интеллектуальном пространстве свои субъекты действия. И когда я говорю агентность вслед за Латуром, то, что ты назвал симбиозом, он называет альянсом. Я имею в виду именно агентность, то есть его способность производить действия. Он бы, Латур, бы сказал октант. То есть идея – это октант. Потому что она обладает некоторой способностью фер-сер-фер-фер. Делать, значит, сделать сделанным, to make a difference, производить различия. Поэтому, да, это другой способ, другая теория действия. Ну, я думаю, здесь можно единую теорию действия, на самом деле, в какой-то момент сформулировать. Но вот как раз в том, где ты видишь агентность идей и, соответственно, объективацию человека идеей, я бы сказал, что в этом религия видит Бога, буквально. Ну, ангела. Если мы вернемся к теме Карла Шмидта и политической теологии, то это скорее ангелы. То есть обладающие огромной мощью, но не обладающие свободой воли. В каком смысле, да, теория идей – это ангелы. Хорошо, божественное присутствие. Давай так, потому что ангел – это божественное присутствие. Ну да, но если Шмидт может увидеть в чрезвычайном положении, которое вводит в суверен христианскую теологию чуда, то мы с тобой абсолютно вправе увидеть в теории идей ангелологию. Я считаю, что никто нам этого запретить не может. Как-то так. Другое дело, что понимаешь, да, как-то так. Здесь с этим есть большие сложности, понятно, потому что мы все равно так или иначе в этот мир погружаемся, мы пытаемся некоторые идеи дезактивировать, пытаемся разобрать их на запчасти и что-то вытащить. И зачастую, поскольку я занимаюсь немножко историей идей, я понимаю, каждый раз, обнаруживая переписку автора, наталкиваешься на шок, когда автор понимает, что его идеи, его образы, метафоры, аксиомы, концептуализация, с которыми он работал, абсолютно логичным образом, не противореча самим себе, начинают превращаться во что-то, что он бы очень не хотел, чтобы они превращались, да, потому что это будет извращение исходного движения. Но сказав «А», ты в какой-то момент начинаешь говорить «Б», да, потому что это напрашивается, это отсюда вытекает, оно отсюда следует. Ну, это, конечно, это, это, я снова, чтобы как-то немножко более простым языком говорить, да, но это вот беда Аппингеймера, да, что ты, создавая инструмент, в какой-то момент видишь, как этот инструмент используется против той интенции, которую ты вкладывал в его создание. Давай очень короткую иллюстрацию. Вот Георг Зиммель, один из классиков нашей дисциплины, который пытается понять, что такое форма. Форма – это одно из центральных понятий, он, собственно, создатель формальной социологии. Для него форма, то, что позднее, кстати, будет названо гештальтом у психологов. Вот говорит он, смотрите, человеческое тело и произведения искусства, например, скульптура, они гораздо ближе друг к другу, чем скала, предположим. Почему, говорит он? Потому что человеческое тело начинается и заканчивается не случайным образом. Оно не может быть так, что вот тут ты больше, тут ты меньше, тут у тебя рука, тут у тебя, значит, нога из уха растёт. Нет. Тут оно имеет внутреннюю логику, и его границы положены ему изнутри, им самим. И скала же, говорит он, это то, что выветривается, то, что поддаётся внешним воздействиям и внутренним, например, эрозия. И в итоге скалета в сущности всё равно заканчивается здесь или здесь. Её форма придана ему внешними силами. Поэтому, говорит он, например, когда мы говорим про искусство, его теория искусства, такая кантианская, как и само понятие формы, она вырастает из как раз его вот этой базовой идеи. Сейчас немножко ещё, и мы договоримся о том, что Кант подлинный виновник войны в Украине. Но это кантианская идея. Кант виновен в очень многом, и я совершенно не хочу исключить на этом эфире, что и в этом тоже. Я предлагаю просто сойтись на то, что Кант виновен во всём, значит, и дальше в гайке садить его. Но Зиме работает с этим концептом, которая стоит с человеческим телом, произведение искусства и то и другое, обладает некоторой внутренней логикой, границы его в пространстве, положенной изнутреннего самого, его собственным, значит, внутренним содержанием. А не как, например, неодушевлённому телу, которое, значит, вот оно внешними силами сформировано. Но дальше, говорит Зиме, он делал следующий шаг, есть форма во времени, а не только в пространстве. Поэтому биография человеческой жизни и, скажем, повествование в романе, они тоже имеют свою собственную внутреннюю, положенную изнутри произведения, изнутри биографии, логику, где начинается и где заканчивается. Тут нет случайности. Поэтому, говорит он, разница между смертью и гибелью в том, что смерть – это прекращение жизни, вытекающее из самой жизни. Ты умер, как жил. А гибель – это когда твоя жизнь случайным образом прервалась внешними силами. Очень красивая теория судьбы из этого вырастает. Из этого вырастает теория искусства, из этого вырастает теория биографии. А знаешь, что ещё из этого вырастает? Земля этого не говорит. Но внимательно слушаем, что его Ханс Фрайл, первый нацистский социолог, приходит и говорит, точно и с государствами так же. Есть государства, границы которых положены изнутри ими самими. И границы этих стран в пространстве определяются их собственным внутренним суверенным содержанием. И границы таких стран, они чуть больше, как произведение искусства или границы человеческого тела. А есть страны, которым границы провели по линейке, существование которых является результатом приложения внешних сил. И поэтому эти страны, в общем, они как скалы, им всё равно, этот кусок относится к ней или не относится к ней. Владимир Владимирович, разлагиньтесь. Здесь Земля такой, ты охуел, что? Я вообще не это имел в виду. Это была другая модель мышления. Это формальная социология. Я её перенёс на формы социального взаимодействия, на сцепку событий биографии, на границы произведения искусства. В конце концов, на теорию рамы. У Земля есть прекрасный текст про раму картины. Какие границы государства? Ханс Фраер такой, нормальный, у нас уже третий рейх, нам уже пора. У нас твоя теория формы прекрасно объясняет того, почему границы рейха могут быть положены только изнутри рейха. И понеслось. То есть, оказалось бы, хороший был ход, где формальная социология и где вот эта вот ублюдочная теория жизненного пространства. Тем не менее, они строятся иногда на некоторых общих оптических настройках. У них могут быть общие. Ты, соответственно, пытаешься формировать отношение к той или иной модели путём прибегания к семантическим заряженным словам, типа ублюдочные. Я почему на это обращаю внимание, потому что я вот прям, во-первых, мне очень понравилось всё, что ты сказал. Единственное, что я не вполне согласен с выводами. Я понял, слово плохое, справка хорошая, да. Человеческое тело, оно, конечно, обладает внутренней логикой, но и, собственно, человеческое, оно тоже, это форма, вообще, человек, это форма, которая существует во времени и со временем меняется. И, скажем так, те границы человеческого, которые нам понятны сегодня, завтра могут быть, ну, просто абсолютно изменить свои границы за счёт, там, какого-нибудь трансгуманистического перехода, который, в общем-то, маячит, честно говоря, где-то там на горизонте, и мы ещё с тобой до этого доживём. И понятие человеческое, оно, в принципе, на наших глазах изменится. Это первый тезис. Второй тезис, это по поводу повествования в романе, это как раз вот часть нашего существования, человеческое, человеческое существование, которое нам не, познать которое нам изнутри недоступно, это то, опять же, что там в религии было бы объяснено божьим промыслом, да, промыслом. То есть человек не может сам себя познать, он не может понять, где находятся его границы, потому что он не осознаёт себя во времени, как форму во времени, пользуясь вот тем лексиконом, который ты сейчас использовал. А к чему может привести такая логика, на самом деле, она, я, ты мне не дал тебя перебить, и хорошо, потому что ты привёл свой интересный пример, она, на самом деле, приводит буквально к нигилизму какого-нибудь Кириллова, персонажа Достоевского в книге «Бесы», который ищет, пытается победить Бога чем? Тем, чтобы взять жизнь в свои руки и буквально застрелиться. Естественно, таким образом Бога победить невозможно, потому что это тоже не агентный поступок, вот скажем так, внутри собственной логики, получается. Да, но это всё равно возвращается к базовым каким-то настройкам, да. Сегодня у нас неожиданно, мы начали от колонизации, перешли к теории идеи, что хорошо. А мы не уходили, потому что теория формы, к теория формы, к которой ты обратился, она очень классная, она как раз нас возвращает к колонизации, с которой мы начали, и с тезиса, с которой я на самом деле начал наш разговор, где сказал, что на самом деле вся политическая теория и значительная часть, скажем так, социологической теории, она инструментируется политическими игроками и в моменте используется, конечно, как инструмент. там, где во времени, да, ты, конечно, сам в этом симбиозе превращаешься в чём-то и в проводника самой этой идеи, то есть впадаешь, оказываешься ей определённо. И здесь... Знаешь, когда это происходит чаще, кстати, там... Нет, нет, то, что это происходит, да, даже не вопрос, то, что это происходит специально, у меня более серьёзные сомнения. Но вот, например, почему мы говорим про то, что вот то, что произошло в Германии, имело очень серьёзную подоплёку в университетах? Потому что, на секундочку, с одной стороны, немецкое чиновничество было суперобразованным, и люди, которые занимались трансляцией идей Зиммеля Гитлеру, если бы только одного Зиммеля, но вообще-то лучшие университеты мира в этот момент немецкие. Да, как это... Вот если ты читал, Нил Фергюсон опубликовал тут в декабре статью «Предательство интеллектуалов». Очень такой... Читал. Очень яркий полемический текст. Он буквально пишет, когда немецкие университеты, значит, произвели наибольшее количество нобелевских лауреатов, Гарвард и Ель были просто футбольными командами. Так немножко уничижительно. Но при этом вопрос, который Жульена Бинда в 1927 году, который написал «Предательство интеллектуалов» интересовал, и Нила Фергюсона, который написал «Предательство интеллектуалов» с отсылкой на книжку Бинда, тоже волнует. Это вопрос вот этой трансмиссии. То есть при каких обстоятельствах университеты начинают из интеллектуального продукта, теоретического продукта, философского продукта делать идеологические заготовки, делать, по сути, такие станции поставщиками. В Германии это было более очевидно еще и потому, что идеологию нацизма создавали люди, учившиеся у лучших философов своего времени. То есть там, если посмотреть на… Ханс Фраер, которого сейчас привел, только один пример. Карл Шмидт, на которого я ссылаюсь, но который вообще-то тоже так, это в Нюрнберг загремел не просто так, в их числе. И еще огромное количество людей там второго, третьего ряда. Люди, которые учились в Баденской школе неокантианства, как раз вот кантовского разлива. Это те же люди, которые потом возглавили этот самый профсоюз немецких учителей, союз нацистских доцентов, доцентбунд. Это все, в общем, как бы очень сильный альянс государства и университетов, который, в общем, закончился тем, что вот этот цепь трансмиссии, передачи из интеллектуального пространства в пространство политическое, по факту государственного управления, по факту уничтожения людей, она была очень короткий шаг передачи. Сегодня, скажем, то, что я наблюдаю в британских университетах, там тоже довольно любопытный вопрос, потому что уже очень сложно сказать, что современный британский университет – это та самая фабрика мысли, какой он был. То есть сегодня как раз людей, которые заинтересованы в том, чтобы их развлечения, их теории, их идеи становились инструментами политического воздействия гораздо больше, чем тех, кто хотел бы, чтобы вообще-то философия была ради философии, наука, ради науки, а не ради того, чтобы бороться. А здесь нет такого момента, что просто есть период подготовки к войне и есть период войны, и мы сейчас входим именно в него. Нет, просто есть как бы война и идея. И ведь нацид, вот нет, а как бы одно прелюдия к другому. То есть в какой-то момент, да, ты начинаешь, ну, снова я сейчас политически, я скажу, уровень дискуссии, в какой-то момент идея вызревает, и ей не хватает места в тех рамках, в которые она поставлена, системой, которую она критикует изнутри. И в этот момент стадия интеллектуального сопротивления переходит в горячую фазу войны. Ну, по-разному тоже, например, я бы не вижу. Не, ну, на самом деле, давай смотри, начнем с того, что в целом история любой науки, это история непрерывных боевых действий между разными теориями. И в этом нет ничего такого. Это не эволюция, это революция раз за разом, по вторникам. То есть это постоянная борьба за то, чтобы какие-то положения какой-то картины мира научные, все они научные, просто все друг другу противоречат, стали аксиомами, стали чем-то, что больше не проблематизируется. Потом они все равно будут проблематизироваться, потому что придет следующая армия со своим подкреплением. Поэтому, например, для нас война теорий за право объяснять тебе этот мир, это естественное состояние. Любая наука находится в гопсовском состоянии войны идей. В противном случае там все как бы, ребята, мы все объяснили, мы договорились, мы расходимся. И при этом ты догадываешься, ну а почему морду друг другу набьем? И в какую войну людей это все не вырастает? До определенного момента. А вот вообще, вообще не согласен. До определенного момента он неминуемо наступает. И нацизм, да, вот ты описал этот переход от интеллектуальной школы, соответственно, в политическую доктрину. Он проиграл не потому, что он плохой, он просто был объявлен плохим, потому что проиграл. По итогам вот этого горячей фазы противостояния. И перетекание, да, войны из интеллектуального пространства в политическое, оно происходит тогда, когда рамки как бы интеллектуального противостояния, они исчерпываются, да, заполняются в полной мере. И в этот момент у тебя возникает стимул, если угодно, приложить объяснительную силу своей теории на практику, потому что она в полной мере овладевает твоим сознанием. Далеко не всякая теория, да, теория относительности Эйнштейна, насколько я помню, не привела к созданию концлагерей, что не помешало ей убедительную победу одержать в своей области физики. Точно так же, как и квантовая теория, да, в каждой дисциплине как-то. Потому что, нет, мне очень не нравится тот пример, который ты сейчас привел, мне кажется интеллектуально слабым, потому что теория относительности Эйнштейна, она существует вот буквально в пространстве божественного, если угодно, в пространстве тех правил. Когда я говорю про войну идей, Миша, я говорю про пространство божественного, потому что ты все пытаешься упорно обратно приземлить на уровне противостояния. А я не согласен, а я не согласен, что пространство идей – это пространство божественное. Да, расскажи мне, пожалуйста, какая политическая партия была создана по итогам победы теории относительности или квантовой теории? Далеко нет. Не всегда. Так бог это то, с чем невозможно спорить. Мечта Ницше убить бога, это нигилистская мечта Кириллова взять контроль над собой, над своей жизнью. Подожди, причем, не, не, погоди. Во-первых, такие вот невозможно. Вот такие невозможно. Это зависит от того, как правильно концептуализировать бога, дальше непрерывно спорить и торговаться. Только так. С тобой опять все поплыло. Развлечения поплыли. У нас есть противостояние идей, неполитических идей, неполитических идей, вообще неполитических. Теория числа, теория кванта, теория социальности. Они находятся не в пространстве, где за каждой теорией колонны танков. Но иногда и вот это важный момент, когда и по какой причине. Они покидают свое поле боя, будучи прирученными политическими игроками, или наоборот, оказавшись активно вовлеченными и сформировавшими новое поле борьбы. И в конечном итоге начинают формировать политические последствия. Есть 99% например, научных идей не имеют никакого выхода к миру политики и не обязаны его иметь. но вот понимаешь, ну вот марксизм, например, является исключением, как ни странно. Есть огромное количество теорий справедливости, которые не имеют прямых политических импликаций. Ты просто на это смотришь уже в проекции политической плоскости. То есть, все, что туда не спроецировалось, тебе кажется либо несуществующим, либо божественным. Но ангелы, они на то, что приходят между двумя мирами по лестнице Якова. Вот я не согласен. Во-первых, потому что, да, есть идеи, мертворожденные есть идеи, которые в принципе не могут в этот конфликт вступить, потому что они проигрывают в этой эволюционной борьбе, если угодно, проигрывают еще до того, как в этой эволюционной борьбе как будто замерзнут сразу. Нет, а квантовая физика, она в принципе в другой плоскости существует, она в пространстве божественно существует, как вообще вся физика, как и все то, что принято называть точными науками, потому что они формированы не человеком, они формированы миром вокруг нас, над которым человек не имеет никакой власти. Который человек наружу подчинен. Вот тот континуум, который мы с тобой так тщательно рисовали, вместо того типа назад отматываем. Это инструменты, это создано своим миром. Нет, Миша, давай обратно сюда. Вот где у нас идеи действуют. Действуют, действуют пока в политическом поле, а в смысле не в политическом. Обратно. Когда мы начали это обсуждать, мне в голову не пришло, что ты сейчас будешь смешивать соответственно изучение божественного мира окружающего с идеями человеческого мира. Это не одно и то же. Это одно и то же. Одно и то же. Абсолютно одно. Нет никакой разницы между политической наукой, социальной наукой, физической наукой. В этом вопросе никакого. Это вопрос, которым я задался впервые в 20 лет, когда я начал искать, любимых постструктуралистов и Бадрияра, когда я начал искать, а что вообще, деконструировать невозможно. И деконструировать невозможно тот мир, которому мы подчинены. То есть, возможно, когда-нибудь в будущем это получится, но те инструменты, которые мы для этого используем сегодня, являются абсолютно неадекватными. И, конечно, ни в какой-либо мере ни квантовая теория, ни теория относительности Эйнштейна окружающий мир не деконструирует. Она в него не вносит какого-либо нового знания и понимания. Оно просто дает нам... Оно просто нас посвящает в это знание, которое существует от нас совершенно параллельно. Сегодня ты мне еще открылся как антисцентист. После этих двух лет регулярных разговоров о философии и науке вдруг начали такой мощный антисцентистский заход. Нет, антисцентизмом, антисцентистом, именно не антинаукой, а антисцентизмом, я выступал против сэнтизма вообще всегда. Эксплицитно можно поискать в интернете. Будем знать. Будем знать. Я как раз против сайнестерства. У меня к сэнтизму нет никаких претензий. У меня претензии к тем, что за него выдается всякое говно. Но это, наверное, тема на следующей дискуссии. Да, это хорошая тема для следующей дискуссии. И, мне кажется, мы вот полтора часа были, мне кажется, люди утомятся, если мы будем задерживаться слишком сильно больше. И интересная дискуссия получилась. Интересная внеожиданность нас привела. Я бы не мог предсказать, что разговор выведет нас сюда. Да, это точно. Я получил большое удовольствие. Виктор, спасибо тебе огромное. Увидимся через месяц. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следите за публикациями Виктора. Он их регулярно выпускает. И читайте книги. Это даст вам новые инструменты в жизни, которые вам, надеюсь, пригодятся. Спасибо большое, Виктор. Очень было интересно. Спасибо тебе. Счастливо. Пока-пока. Да. Спасибо. 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 Спасибо.